Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем занятия, которые проводили в Потеряевке в первые годы. На улице в воскресный день, сохранилось даже чурки напиленные, все сидят, и записывал Игорь Барабаш, староста, у него был магнитопон. Но сейчас, потом это все пришлось в борт перевести, ну и сейчас озвучиваем. Поехали. Да садись, ждутся стены. Считается, что самая читаемая в мире книга Библия. Более одного миллиарда христиан считают ее священной книгой, данной от Бога людям, как откровение Божьих мыслей и замыслов о роде человеческом. Два миллиарда, триста миллионов считается христиан на земле сейчас. В Библии 77 книг, и в Библии самая читаемая книга не Евангелие, а Псалтирь. Ее читают дома, читают в церкви. Если говорить о самом-самом, то самый читаемый из 150 псалмов, Псалтирь, Псалом 50. Ежедневно, в утренней молитве и на всяком богослужении и не раз читается. Попытаемся дать хотя бы небольшое толкование этого Псалма. Как толкуют его святые отцы православной церкви? Псалом 53. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедро Твоих, и сгладь беззаконие мои. Великая милость Божия заключается в том, что сотворив человека, Бог не оставил его одиноким. Бог есть Творец и Зиждитель, Тот, кто сохраняет сотворенное. Для ученых есть загадка, почему пружина мировых часов все по-прежнему тянет и тянет с той же точностью, ту же невидимую нам пружину времени. Когда Исаака Ньютона об этом спросили, то он ответил, что не нужно ждать другого открытия, чтобы получить правильный ответ на этот вопрос. Время от времени Бог, как великий часовщик, подводит пружину этой мировой механики. Он есть Зиждитель. Сохраняющийся Зиждитель. И на земле поставил Бог хранителей в церкви, пастырей. Ефрем Сирин растолковывает 50-й Псалом, да созиждутся стены иерусалимские. Он говорит, что стены – это пастыри, призванные нас охранять, ограждать от нашествия волков. Запомни это уже. О чем речь? Не просто стены. А там еще и тайный смысл заложен. О стенах говорится чрезвычайно много. Когда бы из плена не возвращались израильтяне, они первым делом строили стены. Даже не храм и не дома свои. Не поля сразу засевать – это все между главным делом – восстановлением стен. Ограждение – это главная и первостепенная задача. Об этом книги Ниеми и Ездры повествуют. И как враги этому препятствовали, пытались кряузами убедить царя, что этот непокоривый народ едва только отстроит стены, то они откажутся платить дань. Ниеми 2.7. Вот я сказал это, и они жаловались. А где написано? Ниеми, вот где. Я сказал и сразу подтверждает. Сегодня выступают священники, никогда не подтверждает вообще. Говорит от собственного чрева. И даже иногда правильно говорит. Но привязывает к себе, но не к Слову Божию. Я сказал им, вы видите бедствие, в каком мы находимся. Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем, построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении. Ниеми 4.1. Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями. А то виамонитянин, бывший подле него, сказал, пусть их строят. Пойдет лисица и разрушит их каменную стену. Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее. И у народа доставало усердие работать. Но иудеи сказали, ослабела сила у носильщиков, а мусору много. Мы не в состоянии строить стену, строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них. Одной рукой производили работу, а другой держали копье. Ниеми 6.6. Слух носится у народов, будто мы и иудеи задумали отпасть. Будь то ты. Будь то ты и иудеи задумали отпасть. Для чего и строишь стену, и хочешь быть у них царем? По тем же слухам. Сейчас из космоса обнаружили, что китайская стена продолжается не 4000 километров, а еще сотни километров дальше. Стена до 20 и более метров высотой и шириной 11 метров, чтобы оградиться от нашествия иноплеменных. Переменим это к сегодняшнему времени. Все возрожденные, это мы в церкви, живущие здесь. И что-то сделали, чтобы оградить себя. Что-то сделали? Практически ничего. У некоторых нет даже охраняющей собаки. Нет в деревне здесь никакой сигнализации. И к нам приезжал один, это Вагнер Николаевич. Я одного человека такого знал. Четыре высших образования. У Горбачева было два высших образования. Полковник в трех родах войск был. И он говорит, вот я могу вам сделать сигнализацию, ракета будет взлетать, даже Зайс если пробежит. Мы говорим, что мы будем делать с ракетой, с этой, кого ловить. И как мы спать-то будем? А Зайсов-то много бегает, и ракеты будут лететь. Не надо ничего. И сколько я не говорю, ничего не делается. И не потому, что уж такая тут глубокая вера, но глубокая беспечность. И батюшка вышел с собакой ночью. Вышел, слышат, разговаривают люди. Уже приехали на лошади воровать. А потом уже откроется. А у Игоря там мука была, они на телегу нагрузили, увозили. А у батюшки овечек оттуда таскают сколько надо. Батюшка, находят голову, там шкуры где-то. Так а что еще? Ну да, что сделаешь-то? Что сделаешь? Первые годы нам, чтобы землю было закрепить, приходилось искорченно брать овечек. Я их переписывал, составлял каталоги, у них на ушах делаются метки. Но это одна овечка метки. А хозяева разные. А бывает, один уже заметил, дырка там у него, или порез снизу, пень называется, вилка. Ну, разная. Порина, отверстия. А он продал другому. Там у него живого места нету. Ну, один паспорт на другому отдай, там теперь свои печати ставь, переделывай имя, что там будет-то. Я долго думал, как теперь искать, когда хозяин придет, чья овечка-то. Ну и мы все-таки взяли этих овечек, чтобы пасти здесь. И вот они, где у нас лагерь, а туда пониже, как идешь купаться, здесь дених был построенный большой, они сами построили. Что сделать? В первую очередь, подвести электричество подвели, чтобы щахнул и все. Две большие собаки-волкодавы с двух сторон по проволоке бегают-то. И сами рядом спим. И ни одна вещька не потерялась. Охранять надо, охранять. Для этого есть специальное, богом созданное животное, которое охраняют. И дальше. И ничего не сделали для охранения своих душ. Точно такая же беспечность. Если завтра тут будет большинство из жителей неправославные, то вы какую веру будете исповедовать? Так же, как и большинство... Да я говорю им, потеряюсь с кем людям в первый год. Главный протест всегда у таких смутьянов один. Я ухожу в московскую патриархию. Если что-то в отношении порядка не нравится, какой у нас есть, всегда нужно смотреть на израильский народ. Переходили ли они куда-то от того, что дал им Бог? И в мыслях этого не было. А если бы кто-то сказал, перейдем, то предать смерти, хотя бы это было лежащее на твоей груди. Рука твоя да будет первой. Второзаконие 13.6.11 Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын отца твоего, или сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена наложит в твоем... На лоне. На лоне твоем. Или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ни ты, не знал ты и отцы твои. Богам тех народов, которые вокруг тебя, близких тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого. То не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой. Не жалей его и не прикрывай его, но убей его. Твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его, а потом руки всего народа. Побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Весь Израиль услышит, если ей и убоится, и не станут пределать среди тебя такого зла. Вот у мусульман есть такое, если он принимает христианство, его убить. А они бы взяли-то отсюда. Стена разрушена. Это наша вера в единого Бога и Его. И когда Господь наш рассказывает прише винограднике, то говорит, что построил башню и обнесся градой виноградник. Ограда – это как штакетины, отдельные заповеди. Этого нельзя и к тому не прикасайся. Песни 2.15. Ловите как лисиц. Ловите нам. Ловите нам лисиц. Кто ли не видит? Лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. Это проникают большие и малые грехи. Когда нет страха Божия, когда без ограды живем. Пастыри они сами по себе, соблюдающие заповеди его, знающие догматику церкви. По всему пророк Малахия говорит, 2.7. Ибо уста священника должны хранить ведение. И закона ищут от усть его, потому что он вестник Господа Саваофа. Что отвечает закона? Закона ищут. А не то, что ты учился в семинарии и теперь всякую пакость оправдываешь. Кому же еще идти? Но если они не знают, что сказать, а люди в большинстве своем ничего не знают. И не только прихожане, но и священники. Когда ученики обращались ко Христу, научи нас Господи молиться. То он дал им образец молитвы Отче наш. И когда в той молитве говорится, избави нас от лукавого. Это также означает, дай хороших пастырей, которые научили бы, как избавляться от лукавого. Матфея 9.38. Итак, молите Господи на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Ежедневные молитвы мы должны докручать Богу. Господи, пошли нам достойных пастырей. Задумывались ли вы, что будет здесь, в этом месте, если не будет пастыря сегодняшнего? Кто попал, а сюда не приедет. Мы не можем принять чужака из патриархии или не из своей среды. Пока никого нет, молите Господи на жатвы, да садись ждутся стены иерусалимские. Если сегодня при малом количестве людей едва-едва сдерживается все, есть еще дисциплина, ибо напирают на устав со всех сторон, и по форме одежды, и чужие сюда едут, а их принимают, разрывают устав. Но все-таки пока еще соблюдается дисциплина и порядок пока под контролем. К нам подходят и говорят, а вот если вас не будет с батюшкой, что тогда? Все? Да ничего подобного. Господь воздвигнет другие стены. Без стен нельзя. Заканчивается Библией откровением Иоанна Богослова и описывается величина стены уже в раю. Конечно, надо понимать, это не буквально, а образно, как измытарство. Стены, которые там указаны, означают полное ограждение от проникновения чуждых. Откровение 22.15 А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. Если они туда не попадают, то и здесь их не должно быть, если мы строим христианское общество. Общество. Деревню из верующих. Стоя здесь на молитве, не просто стоять, лишь бы дождаться конца и высказать Богу свои нужды хозяйственные. Но молите Господи на жатвы, да вышлет истинных делателей на жатву. В этом особенно нуждается сегодня православная церковь. Делателей практически нет. Есть дельцы. У меня позади уже 40 лет следования за Христом. Удачного или неудачного, но я все время сверял свою жизнь по Евангелию и по тому, что делается вокруг. Придавал этому всегда особое значение. Встречался со многими сектами, течениями и проповедовал у них. И скажу, что самое плачевное состояние в православии. Держится, быть может, только за счет наших новомучеников. За то, что есть в догматах истина. Людей всюду определяют на какую-то должность по талантам. Если по-настоящему хотим, чтобы был хороший руководитель на заводе или где-то еще, здесь же ничего не требуется. Достаточно, чтобы только у него отец был попом. Дали бы тебе самую хорошую характеристику. Семинарий закончил. И дадут какой-то приход-доход. Деньги, деньги, деньги. Главное качество пастыря сегодня – трусость и корысть. Корысть и трусость. И себя они стараются на место Христа поставить. Это и есть настоящая трагедия русской церкви. Трагедия не в режиме, который был недавно, а то, что стены были разрушены. Господь говорит, что видел проломы. Враг делает пролом и бросает туда отборные части. Штурмует осажденный город, чтобы захватить стены. Пролом, кирпичики – это каждая из нас. И нас сшибает сатана. Считается, что пастырь, такая есть книга Ермы, которому апостол Павел пишет привет. Он говорит о строительстве большом. И как принесли разные камни, и как они обтесываются. А некоторые не прилегают, и их отбрасывают. С трещинами темные, и их откидывают в сторону. Но в конце строители снова к ним обращают взор и начинают их подтесывать, ровнять. Они просят подносить эти камни. Это мы все. Мы отброшены этой жизни очень далеко. В юности нас ничему не научили. В зрелые годы надо детей поднимать, хозяйство и встать на ноги. Не могли найти путь истинный. А к старости приходим не отесанными, ничего не знающими, не заповедей, а одни трещины. Достаточно попасть в трещину влаги, и маленькое растение уже корешки пустит. А потому видим, что и на храмах растут и деревья. И на нас также чего только не нанесло. Стены разрушены. И когда читаем, да воздвигнутся стены иерусалимские, нужно приложить к этому память, разум и сказать. Господи, вышли нам этих делателей на жатву. Один всемирный захватчик, зная, какие у него хорошие офицеры, а солдаты все-таки боязливые, сказал, «Если бы мне русских солдат к моим офицерам, я бы весь мир положил к своим ногам». Это Гитлер сказал так. Офицеры – это его столпы. Это было сказано в эту Великую Отечественную войну. Стенами, кирпичиками были названы храбрые защитники своей родины. Каждый из нас должен приложить это к себе. Стена нужна для ограждения. Мы же безразличны. С первого дня поставлено дело так, что каждый незримо наблюдает за ближним, помогает, заботится о нем. А ныне вижу, что нет человека в храме. Почему же его нет? Два-три дня нет, и никто не зайдет и не ищет. Господь спрашивает, «Где брат твой?» Ответ, «А что я сторож, разве брату моему?» Чьи же это слова? А он и не думал, что войдет в историю благодаря этим словам. У него даже признаков раскаяния нет. Но сразу же находит, что сказать в ответ. Почему я должен за ним смотреть? Да я сам грешник. Мне ли смотреть за кем-то? Мы стоим, молимся, я гляжу, нету сестры. Ну, муж там уехал где-то. Ну, батюшка-то и не видит. Я пошел. Ну, видите, где живет в этом дому. Захожу, она стряпает, стоит. А что ж ты не в храме? Голова болит. Голова болит, а стоишь, стряпаешь. Чтобы не болело, иди в храм. Вижу, с недовольством с таким. Ну и что, дочь ушла в мир. Ребенок, учителя жалуются, матерится. Уехали. Здесь такое было, там еще хуже, там без присмотра. В другую деревню уехали. Вот и весь ответ. Почему не ищут? У нас молительница там, молительница настоящая, Серафима Гавриловна Плотникова. Гляжу, ее нету, в середине недели. Я пошел к ней. Она там что-то, я не знаю, что-то такое делает там. Маринует или что. Я говорю, а почему не в храме? В храме? А что? Я говорю, так сегодня же вот, там, Яна Креститель. О, как она взахалась? Да я сейчас, да. На ничего, что я опоздаю. Так, ну хоть к концу придешь. И то хорошо. Нет, не видно. Идем мимо. Ну, там есть один человек, о котором я опасаюсь, что он свяжется с тобой, там на лжи все построено. Обязательно выйдет. Обязательно. Не было еще человека, которого бы они поливали, то есть всех остальных показать не так, против устава, против пояса. Самые большие развратители там находили место. Его не было вначале. Я говорю, ну сходите, узнаете, посылает два-три брата. Он начинает бунтовать, прямо в ужас, как, что это, я сам знаю, когда. И все, наконец, все отпало, ничего не было. Слава Иисусу Христу! Дальше. Мы же все незримо связаны, как кирпичики зданий в стене. Ни один кирпичик не может сказать, что он не выполняет важной роли. Они сцеплены между собой цементом. А что у нас есть? А что у нас есть? Укрепляющая сила. Это вера в Бога. С чего мы и начинаем наше богослужение. Царю Небесный, Утешитель, Дух Истинный. Он нас скрепляет. И написано, Матфея 18, 20. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Люди же читают так. Где двое или трое собрались, там и Господь между ними. Двое или трое собираются, когда выпить хотят. Не собрались, но собраны. То есть иной силой, силой Духа Святого. И не просто собраны, а во имя Христа, по заповеди. По Евангелию, в Духе Святом. Тогда эти кирпичики выкладываются в стену. И за нами пришедшее поколение будет уже с этой стеной, с этим уставом. Итак, сверяясь по самой читаемой книге, по самому читаемому псалму, хотя бы в конце ухватим основную мысль. Господи, без пастырей нам смерть. Ну какие пастыри? О чем они заботятся? Корысть и трусость. Исайя 56,11. И это псы, жадные душою, не знающие сытости. И это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу. Каждый до последнего на свою корысть. Пробиться выше, укрепиться в своей должности. Выше взойти в звании. Дай таких, которые душу полагают свою за вверенных им овец. Дай таких, которые входят дверью, а не воры, воры и разбойники. Дверью, значит, точно по Писанию. Сектанты не могут сказать, что они дверью входят, ибо они вошли в мир по хотению еретика, и имя его носят. Лютеране от лютера. Мы ни на кого указать не можем, кроме Христа. Сегодня некоторые думают, что наше православие заключается в богослужении. Это грубейшая ошибка, страшная и губительная. Святые апостолы прославлены проповедью, благовестием во всем мире. А молились ли они? Конечно же. Есть краткая молитва. Господи благослови. Господи сохрани. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И есть моление, то есть продолжительное, совместное, храмовое, против которого встают еретики. Нам это необходимо. Это как маленький ручеек. Он в песке затеряется. Но если мы собрали сорок человек, сорок ручейков в один ручей, то они могут прибить пустыню Каракум. Для этого мы и собрались, чтобы едиными устами, согласно Слову Божию, воззвать к Господу. Досозиждутся стены иерусалимские в Потеряевке. Тогда будут тебе угодны жертвы правды, возношения, всесожжения. И тогда возложат на алтарь твой тельцов. Прошу прочитать первую книгу Ездры и Немии, как строились стены. Враг настолько был свирепый вокруг, что нельзя было даже выпустить оружие из рук. В одной руке держали инструмент, в другой копье. В одной ружье, в другой лопату. В одной руке все время зажженный фитиль в пушке. Ежесекундно грозила опасность из-за любого камня, куста. Немия специально объехал ночью город посмотреть, что же здесь есть. И увидел развалины, и ужаснулся, и просил слугу не говорить об этом. Если бы люди поняли, какая опасность, то сразу бы и разъехались. Получили бы в городе квартиру, в другие деревья не поехали бы, где детей можно в школу отдать. Я вам свидетельствую по опыту своей жизни, что потеряевка обречена. Существования у нее не будет, если останетесь вы в таком же духовно-плаченном прямо-таки состоянии. Если не будете, молиться о пастырях. И еще более, вами недоволен архиерей, епископ, и он прав, что такая сила у нас. Столько младых ребят, братьев, и нет ни одной кандидатуры на священника. Есть люди, которые живут одни, но они желают знать истину, собираются молиться, а священника нет там. И он архиеренно в то время к этому подбивал. Ну почему вы не желаете-то? И он каждый раз говорит, ну где ваши кандидаты? Чтецы есть, но это первая ступенька. Она явно пока еще не обязывает точно одному делу стоять с кадилом. И я скажу, что причина еще в отшем. Наша община весьма необычная. Кроме тех 49 пунктов, которые я насчитал, все необычности в нашей общине, самое необычное то, что у нас здесь установлен авторитет Библии, что для православных вообще не свойственно. Как только приехал архиерей, так и спрашивают друг друга, богослужение будет сегодня? Приехал священник, засуетились, скорее лампады, свечи зажигать, половички расстелить. И это все. Мы-то сделали все для привета его. А если он проповеди не скажет, то и время его уйдет без прибытка. 2 Тимофей 4.2 Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Нам кажется, что пришел ты и начал сразу строиться. 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 Пророки же так не учили. Иеремия 1.10 Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. 4 пункта, кто разрушать, а созидать только 2. Разбрасывать не нужно, уничтожать и только потом насаждать. Не строиться на чужом основании, не служить с чуждым огнем. Левитов 16.1 И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лица Господни, умерли. Сначала нужно все развалины разобрать, как погубленную Варшаву, и тогда только будет восстание из пепла. Мы вернулись на пепелище, на пепелище наших душ, и теперь вера во Христа наша основа. Строим стену от врагов. Стена Мандра. Архимандрит старший охранник над охраной. После Яромонаха Чин Игуменский и Архимандритский. Из них могут выдвинуть и на епископа. Архимандрит это охранитель стены. Кто из вас что положил, чтобы были здесь стены? Необычность в невозможности строить стену здесь в том, что нас тут не воспринимают как православных христиан. Но как-то нас еще терпят. У нас Библия на первом месте, что православие считается как преступление и полное недоверие к тем, кто Библию считает за основу основ. Мы вели еще так называемое апостольское служение, на которое еще не все ходят. Привыкли так, что поп подбарабанил и там хоть век не святай, как у петуха. Мы с этим не можем согласиться, ибо видим пустующие храмы. А где много в храмах людей, то там безбожники и клубятся, и когда накончают семинарии, то запоминают как служить, где и какую книгу читать, выходы, повороты, взмахи кодилам. Это может быть и необходимо, но уж никак не является главным. Но вот это возвели на первое место и погрузились во тьму, церковная жизнь. Всему остальному места уже нет. Средства ушли на купола, колокола, на позолоту. Собирается сенот, и потом они публикуют, что они там делали, на что обратили особое внимание. Не стыдно ли им это сообщать народу? Как далеки они от апостольской миссии и духа любви к людям и к Богу? И половина решений этих старцев о наградах. Детишки в клавучках разыгрались. Да какие же такие наград ученику Христову можно дать, если он пошел за Христом умереть? Смеха и анекдотов достойны этой возня с тряпочками. Сектанты, если это прочитают о наших архиереях, только посмеются о наших архиереях над нами. Каждый архиерей ходатайствует о награждении палицей, наперстным крестом с украшением, правом правом ношения золотого креста, приставки к бывшему званию прото, архи, прима. И служки, которые помогают епископу при служении, они рот разевают и только глядят, как попасть в алтарь. А там, они, когда одни, играют, щиплю друг друга, это растут циники, безбожники вырастают, а из них как раз и предполагается, что это будет будущая смена этим закоренелым молчунам. Вот такое гнилье пойдет стены, такой кирпич, который от первого же дождя весь размокнет, потому что кирпич сирец не обожжен, таково же не могут сохранить, такая беспечность хуже, чем стены бы и не было вовсе, если бы не было стены, то и оружие не выпускал бы из рук, а так бы надеялся, а стена так гнилая, ткни и развалится, самое большое зло для церкви сегодня приносят из священнической среды. Не будем забывать, что все ереси произошли от священников, игуменов, патриархов. Еще вчера они молились вместе со всеми, и вдруг в том месте стена оказалась проломленной. Без нападения врагов они вводили в этот пролом, в дьявольский плен, ни одного, ни двух, а девять десятых. В Константинополе оставалась одна домовая церковь у православных. Стена была разобрана по кирпичику, чтобы воздвигнуть стены Иерусалима. Иерусалим означает священный мир. И у нас здесь нужна нужда. Нам нужны пастыри, которые любили бы паству. Сегодня главная беда, что они не любят ее, они считают, что их должность заключается в том, чтобы править точно по книгам богослужения, добраться до Бога по законному пути. И если не так слово сказал, то какая-то компьютерная дверь не откроется, и пропали мы тут. Каждую книгу вовремя открыть, вовремя нужную строчку прочитать. И это мучает четыре года в семинарии, а его нужно было учить только одному, самоотверженности, как у сектантов. Они бросают насиженные места, едут в незнакомое место, захватывают просторы России. В Барнауле один католический священник, и он делает, может, больше, чем открыл. Какую бы больницу мы ни пришли, а Роман Цала уже тут был, и его слушают. И иезуиты умеют работать для папы. Его учат так, что по-нашему, быть может, четыре университета нужно кончить. У них разрешается все делать, отравить, убить, лишь бы была слава папе. Но православных этого ничего официально не разрешают, поэтому нужно искать эти кирпичики. Все святые отцы в молитвах своих провозглашали Псалтирь на первом месте. Там говорится, Псалом 47.13 «Пойдите вокруг Сиона и обойдите и пересчитайте башни его. Какие величественные здания, но они ничего не значат без этой стены». Еремия 5.10 «Восходите на стены его и разрушайте, но не до конца. Уничтожьте зубцы их, потому что они не господни». Раб жила из-за расположения к избранному Богом народу осталось жить. Стены все были разрушены, а та часть стены, где ее дом был, осталась. Сегодня тревожнейшее положение в семинариях, академиях. Туда идут атеисты. Игнатий Брянчанинов осматривал множество монастырей и нашел из сотен монастырей, едва ли четыре, где жизнь была, а остальные ради покоя телесного. Это же наше состояние и если бы они захотели быть священниками, то их нигде не примут нашего покроя, как их называют Игнатьевского или Потеряевского, как они нас кличут, православные баптисты. Так будет со всеми, если у них на первом месте будет стоять Библия. От нас не воспринимается ничего, но нас просто терпят пока. И мы будем просить Господа, чтобы Господь изменил климат, изменил эту обстановку, чтобы стронуть вот это мертвое, стоящее на одном месте. А это возможно только тогда, когда мы будем об этом молиться Богу все единодушно. Бог ищет сегодня добровольцев. Пророк Иоиль показывает куда? 3.11 Спешите, сходите, все народы окрестные и соберитесь туда. Господи, веди Твоих героев. Немужественные, слабые, заботящиеся только о своей плоти, они ничего не успевают, если перед ними не стоит великая цель. У героев одна цель спасти свою душу и прославить Христа на земле. Повторяю отдельно, одному самому по себе не спастись. Почему Бог и дал гостиницу на земле и поставил там гостиника и ему заплачено два динария ветхие и новые заветы. А что, потрудишься, потратишь лишнее, получишь, когда я вернусь. Нужно еще в толковании Библии потрудиться. Так и столковывает блаженный феофилакт. И нам необходимо, чтобы и динарии потрудились, и добавлено не было, и гостиница не была разрушена, и чтобы самарянин нашел и привез израненых в гостиницу. не было разрушена. Ну как, не было, это не было ничего, это не было разрушено. Не было. Абсолютно не там. Не было. У меня ничего не было. А это не было. Не было. Против стен придуманы специальные стенобитные орудия из древности. Как пробить стену? Позже научились делать подкопы и взрывать. 2 Макавейская 12-15. Но бывший Сауды призвал на помощь великого владыку мира, который бестенобитных машин и орудий разрушил Ерехон. Времена Иисуса зверски бросились на стену. 1 Макавейская 6-31-67. И сражались много дней и устроили машины, но те сделали вылазку и сожгли их огнем и сразились мужественно. Тогда Симоны бывшие с ним выступили из города и сожгли машины. Ни под кого так серьезно долговременно не подкапывается враг, как под духовных руководителей. Наблюдает тысячи глаз за ним. Когда в толпе человек стоит, то никто не видит какая у него обувь. Но подними этого депутата на постамент повыше, он перед всеми уже со всеми пятнами до самой подошвы виден. Уже знает, кто у него ночевал, кто его бабушка. Главное, порожу пастыря, а потом овца рассеется. Их уже не будет. Оценить то, что сегодня есть, дано далеко не каждому. Если человек понимает эту ситуацию, как сложилось в стране у нас, то есть сегодня люди, которые видят, что пришли не пастыри, а лжепастыри. Даже среди православных, кто держит в руках гадила и требоисполнителем стал, они на самом деле не пастыри и не заботятся об овцах. Деяние 20.30 Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Исход 23.22 Вы будете у меня царственным священством и народом святым. Это и женщина, и дети, и все называются священниками. Но одно дело, когда от левицкого колена, другое, когда от чресл Аарона вообще все. И мы все до единого должны быть священниками. Откровение 1.6 И сделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Это о нас всех сказано. Царями царствовать над грехом. Римлянам 6.18 Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. А безбожники свободны. Отчего же не освободились так легко? Римлянам 6.20 Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Мы рабы добрых дел. Не хочу, но в этом месте есть во мне нужда. Я бегу уже среди ночи. Кто-то приехал кого-то встретить, принять. Некоторые ни в чем не участвуют, они рабы своей плоти, своего покоя. Почему я должен давать? Почему не мне будут давать? Деяние 20.35 Во всем показал я вам, что так трудясь, надо поддерживать слабых и памятовать слово Господа Иисуса Христа, ибо Он Сам сказал блажение давать, нежели принимать. Ни один человек не может, не скажет, почему нельзя воровать? У него много, а у меня нет на ужин даже. Нельзя и все. Доказательств вообще никаких нет. Все в природе построено на воровстве. У курица воробей и тот из-под носа выхватывает, лисица воруют, и закона нет в природе человеческой, чтобы любить друг друга. Природа этого не требует, это требует только внутренний обновленный дух, освященный благодатью Христовой. Это в Карамазово сказано. И первый подкоп сатана делает, подрывая авторитет пастырей. Ирод арестовал, убил Иакова и увидел, что одобрение народа на его стороне, деяние 12-2-3, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Когда брали в советское время попов, этих долгогривых, неугодных, различными именами их клемили и убивали, и народу это нравилось, народ приветствовал, избавились от паразитов и тунеядцев. Может быть, что-то было и правильно в этих словах, но не тебе судить. Бог его еще терпел, но вот Господь потряс до основания все, и оказалось, что стены негодны, гнилые, и причина одна, не любили Слово Божие, свои вымыслы, свои заповеди придумали. Освящает хлеб и называет его Святой Хлеб, Святое Причастие, а человек, который стоит рядом, его называют уже Святейший Владыка Благослови. Тело Христово просто Святое, а человек грешный и Святейший, и мы как будто совсем слепые и ничего не видим. На каждом же это богослужение, и никто не протестует. Есть слова Святой, Святее и Святейший, это сверхпревосходная степень. Пока ничего не сделать, и приходится молиться, чтобы Бог мешался. Народу это приятно, и стали убивать, но другой народ молился об этой стене. Петр в переводе камень, Деяние 12.5 Итак, Петра стерегли в темницу, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. И все верующие тоже камни. 1 Петра 2.5 И сами как живые камни, устроять из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Есть даже такая загадка, о ком просили, верили, а когда получили, то не поверили. Это о свободе Петра Апостола. Стучит камень в ворота, а ему не отворяют, не верят, что это он. 16 человек охраняли и не устерегли. С двух сторон охранники к нему тоже с наручниками прикованы. Цепь его к стене приварена, снаружи камера охраняется и тюрьма заперта. Приходилось с верующими разговаривать, верят ли они в это. Оказывается, не все верят в это. Верят во все, но чтобы ворота отворились, на это веры не хватает. Отец ходил к сыну, передачку приносил и видел, как охраняет тюрьму, и он не поверил написанному. Быть того не может. Церковь молилась об этом камне, который был великой стеною. Быть может, эта высота была недосягаема для многих, и Бог услышал, а некоторых Бог услышал, но сделал по-своему и забрал их. И забрал, потому что, видимо, они мешают уже своим авторитетам, не вмещаются в обыкновенные рамки. Мне уже говорят, почему вас другие не проповедуют? Отвечаю, я их выталкиваю, а они прячутся. Теперь я становлюсь позади наших глухонемых в самый дальний угол трапезной, где мы без батюшки ведем богослужение, и тогда народ их вытолкнет, и они разомкнут уста. Ко всем чтецам каждый раз обращаюсь, готовьтесь, знание вас уже довольно. Когда они совсем не выходят, а сказано последнее аминь, тогда я и вытискиваюсь на безрыбье и рак рыба. Но Господь всем нам повелевает ощутить великую обязанность священодействия слова, донести до людей Евангелие. Римляна 15-16 Быть служителями Иисуса Христа у язычников и совершать священодействие и благовествование Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Священодействие не только в алтарях, но и проповедь, освященная Духом Святым, оживотворяет души слушателей. Проповедь здесь не можешь сказать, но вот и поехала к своим, и там-то кому-то сказала, ты уже принесла жертву, потратила время, попытка, не пытка. Мы не знаем, что из этого получится. 1 Коринфянам 3.7 Насаждающий, поливающий есть ничто, но все Бог возвращающий. Когда дьявол делает удар по стене, то это значит в первую очередь по носителям слова проповеди, вестникам слова Божия. Кого схватили? Апостолов. А церковь вся дома. Там, на передней линии фронта, пока никого нет. Воздвигнут огонения только на самых сильных. Дьявол это прекрасно знает. Он пытается идти в лобовую атаку. Бьет. Появляются позорящие статьи в газете в средствах массовой информации. А люди сразу это ухватывают. О, а мы думали, что вы верующие. А верующие примолкли. А вам как раз и дается время встать в защиту истины. Встать в пролом, который уже в стене зияет, в том месте, где были взяты в плен учителя ваши. Изекииль 22.30 Искал я у них человека, который поставил бы стену и встал бы передо мною в проломе за всю землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И когда судили верующих, то большей частью говорили им, суди вас не за веру, а за совращение людей, за то, что отвлекаете их от активной деятельности. Эти люди были активными строителями коммунизма. А вы куда их заволокли? Какое болото? Посмотрите, на кого они стали похожи. Это нам кажется, что мы хорошо одеты, стоим, а на нас люди говорят, вот, дошлись со своим Богом, с постами, смотреть не на что. Если Господь дал нам всю великую власть осознать, что спасение возможно только по Слову Божию, то какие мы счастливые. Иоанна 12.48 отвергающие отвергающие меня и не принимающие слов моих имеют судью себе слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. И если нашим братьям Бог вложил это в руки и в сердце, и если бы в православной церкви шло служение по-апостольски, то мы могли бы уже сегодня представить нашему епископу несколько человек для рукоположения. Но как подумаешь, какое насилие над нашими братьями это будут утворять, так мороз под кожей пройдет. Первым делом их всех будут насиловать, разучивать, приучать к фарисейству, к обрядоверию и к запрету проповеди чисто по Слову Божию. Запрет встречаться со мной, это уже сверх обязательно. Наш народ, тем более наши братья, там вверху считаются порочными, зараженными сектантским духом. Какое там Евангелие? И что интересно, вот на священниках как, один был революционер на Алтайском крае, Рогов, фамилия его, и он, раз церкви-то остались еще, и он сам решил наводить порядок, товарища какого-то уже нашел, и он знал как, где у вас тут поп, тут-то все, высмотрел, приходит в потемках, у нас бабушка заболела, надо прищищать, священник дверь открыл, он его забирает, утром батюшки нету, находят где-то повешены, он повесил его, убил следующий, 40 священников убил в Алтаве, ну и везде же жалобы пошли, ни суда, ничего нету где-то, а он очень заслуженный был в революции, партизанил там, ну и послали за ним целый отряд, наконец-то его выследили, он очень хитрый был, и он ночевал в зароде сено, но окружили, он выскочил бежать, но тут и пристрелили его, вот пастырей как надо беречь, открыл ночью, посвященник не проповедует, не идет на проповедь, никогда его не спросят, но если среди ночи сказали, кто-то умирает, надо причастить, и он не причастит, сам снимут, куда он вышел, то вышел на осину повесили, и далее, дали тебе крышку Евангелия поцеловать, вот и радуйся, сегодня есть политическая партия, которая ставит задачу поддерживать православие и бороться до смерти с христианством, так и пишут прямо в одном предложении, богодержавие и этой партии в основном увлечены начальствующие, я видел у них на столе в администрации эти их пленки, но неужели непонятно, что православие и христианство сегодня пошли в разные стороны, краевая администрация видел я у них, там у заместителя был, он говорит, а вы это знаете? Даже люди не церковные уже это понимают, а церковники пытаются обманывать народ и говорить, что они точно по слову Божию все делают. Всем нужна великая Россия, чтобы ее уважали и боялись. Где мы нашли это, чтобы христиан боялись, язычники? Где это написано? Апостол Павел как будто и не видел, что страна его иудеи была под римской пятой. Он заботился только об одном, чтобы найти рабов праведности. А люди остальные рабы греха. И то, что ты делал, когда был неверующий, сегодня даже стыдно вспомнить. Эфесянам 5.12. Ибо о том, что они делают, тайно стыдно и говорить. Римлянам 6.21. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких иные сами стыдитесь, потому что конец их смерть. 1 Коринфянам 7.23. Вы куплены дорогой ценой. Не делайте с рабами человеков. За нас умер Христос. Ты скажешь, я ничего не знаю. Как ты не знаешь? Ты слышал это? Ты слышал это, что за тебя Христос умер? Что Он тебя любит? Если ссылаешься на нехватку свободного времени, то Бог отнимет и то, что имеешь. Все останется и пройдет мимо. Примудра Соломона 5.19.14. Все это прошло как тень и как молва быстротечная. Ибо надежда нечестиво исчезает как прах уносимый ветром и как тонкий иней разносимый бурью и как дым рассеивается ветром и проходит как память об однодневном госте. Вот почему священство сегодня нуждается в особой защите. Иоанн Златоуст в свое время говорил, большая часть священников погибает. Это ужасно. Если есть 10 священников в храме, то согласно слов святителя минимум шесть будут сидеть в огне. И это не на один день, а навсегда. Господь говорит, пастыри отпали от меня. Иеремия 2.8. Пастыри сделались бессмысленны. 10.21. Множество пастырей испортили виноградник. 12.10. Они хвалятся ризами, дипломами, митрами. И видели бедность, бедственнейшее положение этих пасты только отдельные люди, как Серафим Саровский, молившийся о них. Настольная книга священнослужителя, том 3, страница 601. И Господь открыл мне, что будет время, когда архиереи земли русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения православия во всей его чистоте. И зато гнев Божий поразит их. И сказал Господь, что не помилует их, ибо будут учить учениям и заповедям человеческим, сердца же и будут стоять далеко от меня. Серафим простирал Богу руки, чтобы Бог как-то сжалился над пастырями. Но ответ от Господа ужасен, что Он погубит их. А они ходили, тщеславились, руки им целовали в этот день, и никто не хотел прислушаться к голосу Духа Святого, как Он предупредил их об их погибели. Как будто ни одного священника в России уже не оставалось. Вымысли человеческие поставили на первое место. Священники своими руками разрушили стены Иерусалима. Такой трагедии не знала ни одна церковь. Произошла ужасная подмена и вместо истины подложили суррогат сергиевских деклараций. Отстояли и пошли, а сердце как камень. Не проникло в него Слово Божие. Филиппийцам 4.6 Не заботясь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Наша община или возникла на 2000 лет позже или слишком рано, пока еще нет гонений. Поэтому над нами наши инаковерующие глумятся. Мы же показали, что попытаться можно повернуться лицом к апостольским временам любви, к служению в Духе Святом. Корабль церковный дал большой крен на левую сторону. Нет ныне обличительного гласа. Пророческое вдохновение исчезло. Стоит патриарх вместе с безбожниками, ограбившими людей, с этой антинародной властью. И ни звука, ни слова в защиту истины. Зачем же такой патриарх нужен? Зачем эта фигура в куколе и с жестлом наводит тоску и обман рядом с масонами? Знается со всеми еретиками и встречается не для свидетельства им об истине, как они обычно оправдываются, но лезут туда потому, что рабы греха. Их туда масоны затолкали за подачки. Лука 18,8 Сказываю вам, попадаст им в защиту вскоре. Но сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Можно же было и ответить, конечно же, Господи, найдешь, и даже много вер будет. Мы все твое учение доведем до совершенства. Мы создадим академии и разовьем до совершенства то, что ты нам сейчас говоришь наедине. Это истинно тобой сказанное будет идти по статусу сказанного в потаенной комнате. А то, что мы накуролесим, это будет возвещено с кровли. Лука 12,3 Посему, что вы слышали в темноте, то услышите... Сказали в темноте. Потому, что вы сказали в темноте, то услышите во свете. И что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Много будет верующих, храмы будут блистать. Храмы, да, будут, но святые уже тогда предсказывали, что в эти золоченые храмы ходить будет нельзя. Люди будут искать своего. Михей 2,11 Если бы какой-либо ветренник выдумал ложь и сказал «Я буду проповедовать тебе о вине и секере», то он и был бы угодным проповедником для этого народа. Сегодняшнее евангельское чтение как раз об этом и говорит, что гонение нам обеспечено. Иоанна 15,20 Помните слово, которое Яг сказал вам «Раб не больше господина своего, если меня гнали, будут гнать и вас, если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши». Иоанна 15,19 Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Если сегодня правители сами так любят, льнут, уже не голенища тирана, но к золоченным патриаршим гризам, а сами притом не меняются, так и остаются грабителями и разбойниками, лжецами и лицедеями, и на возгласе обоглашенных их не выводят, они как бы признанные верными, стоят на литургии верных в храме, значит, обмерщение церкви достигает своей зрелости. Подумайте, какого качества тогда это золото и эта стена, если любой разоритель страны, бесстыжий разорититель, распространитель масонской блевотины, свободно стоит на святом месте. И никто к нему не подойдет и не выведет его вон, как Амброссель или Вавила не допускали императора в храм. Но не видеть этого, значит, вообще считать, что ничего не существует, никаких правил, никаких соборов не было. А Евангелие так, оно только украшение для общего антуража. Ты хочешь знать, как это должно происходить? Открывать Слово Божие. Сегодня много умеют те, которые называются священнослужителями. И как произнести слова и в каком порядке. Идет циническое действие. А главного то и нет. Где здесь место Духу Святому? Где место любви Божией к Нему и к Его Слову, к людям с заморенным духовным голодом? Когда выйдут и стоят в молчании, и эта толпа священников молча скрывается в кадильном дыму, то нас спрашивают, они что все глухонемые? Откроешь любой журнал, там стоят стройные дуд, строем, стройные иногда несколько десятков позлощенных рис, архиереев несколько, и пишется, что как гарант непогрешимости и исключительной важности их собора и синода, с нами присутствовала чудотворная наша хранительница икона такая-то. О Боге и о слове Его речь никогда нет. пусть там и пять икон таких будет, но почему ни разу не написали, что посреди них там возложена Библия и не за каждым словом обращаются к ней и решают такие мелочные вопросы, что не знаешь или смеяться, или плакать, как будто выживший из ума старички маразматики кудесничает от скукоты монашеской смертной. Какое-то детское лопотание о наградах, о набедренниках, о крестах с украшениями, а нет меча Божия среди них, нет колодцев с животворящей водой. Иеремия 2.13 Ибо два зла сделал народ Мой, Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Почему сразу, при начале своего собрания, не попросили Господа, Господи, милостивец Ты наш, открой наши глаза, чтобы мы увидели, кто мы такие, и зачем мы здесь? Мало того, что они еще начнут провозглашать на весь мир, что один из них уже святой, он уже ими признается святым, и его не святый Бог уже никак не может признать, они же его канонизируют. Почему бы не издать указы, запрещающие тратить вот так время и пожирать собранные копейки народные, только как, чтобы содрогалось все, как от слова пророка Еремии, или от послания Иоанна Златоуста, от слов отца Григория Петрова, но если народ доволен, а пастыри это очень тонко чувствуют, то против того народа никогда не пойдут, они чувствуют настроение этой слепой толпы. Григорий Петров это автор Акафиста, слава Богу за все, он написал его в Сталинских лагерях за несколько дней до расстрела. Иоанна 5, 44, Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славу которого от единого Бога не ищете? Иеремии 5, 31, Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же будете делать после всего этого? Рассказывают, что предметы накапливают в себе, аккумулируют энергетику. Так, в описаниях академика Шипунова его приборы могут на расстоянии найти среди хлама именно тот кирпич, который некогда был в храмовой стене и накупил в себе все эти колокольные звуки. Так и сохраняя в себе всю звуковую гамму. Так ли это, не знаю. Но если так, то в конечном счете мы, представляющие себе кирпичики, издадим нужные звуки перед Богом. Господи, дай нам добрых пастырей по слову твоему, а не по сердцу нашему. Враг расхищает все. Соловьи 73, 4. Рыкают враги твои среди собраний твоих, поставили знаки свои вместо знамений наших. Что интересно, вот это, о чем здесь написано, Шипулин, академик, разобранные храмы, кого взорвали где-то, ну разбили по отдельному кирпичу, и среди другого хлама лежат, и там один кирпич. И этот кирпич дает сигнал на прибор его, что в нем какая-то особая энергетика. Ну так ли не знаю, но очень интересно. И вот говорят, холеры, чума, и звонили колокола. Зачем? Такие маленькие чашечки, Петри называются, и сделали небольшие там, ну какие-то залили эту отраву-то. И в колокола звонили, все микробы все свернулись, все сгорели от ударов. Ну волна идет какая. Так что не исключительно все это было. Дальше. Есть частица да, пожелания. Иоанна 13, 34. Заповеди новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Так, любите или любите, как правильно сказать? Я показываю частица, да показал, да здравствует, да это пожелание, а? Ну любите, я правильно сказал же. А по-моему не так. Не приказ, чтобы любили, да любите друг друга, может так? Дальше. Может и так. Чтобы мы знали, что выше этого ничего нет, мне приходилось переписываться с одним известным пастырем, отцом Львом. Я написал ему, самый главный ваш грех тот, что вы не любите ни Бога, ни людей. И он тотчас согласился с этим. То есть на меня нападал, нападал, Лебедев, фамилия его. Иоанн 14,23. Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдет слово мое. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему и обитель у него сотворим. Слово его должно звучать денно и ночно. 2 Тимофей 4,2. Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещавайся всяким долготерпением и назиданием. Когда мы собираемся сюда на моленье, то часто ли возникает у вас мысль разобрать непонятное в Слове Божьем? Скажу, что за все лето никто ни разу не обратился. Кто-то из наших лагерных, может быть, и подойдет, а из вас не один. Из деревилских. Что, все понятно? Да ясно же, не потому. Просто так заведено. Отстоял и домой к своим свиньям. А почему никто не подходит и не спрашивает? Включите свои утренние и вечерние молитвы такое прошение. Господи, враг расхищает все. Дети не ваши. Кто из вас сказал, лучше отдам детей безбожную школу, чем здесь учить? Одно это говорит, что вы оккупированы и сдались врагу. Дети это будущее. Солома 126.3. Вот такие дети там и выросли в порченном училище. Неверующие все. Для виду еще ходят. Вот наследие от Господа дети. Награда от Него плод чрева. Римлянам 8.17. А если дети, то и наследники. Наследники Божии. Сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Дети, если они будут в безбожной школе, то они для вас потеряны, пропали. Это совершенно потерянное поколение. И родители, не научающие боговедению, отправляющие детей в безбожную школу, если есть шанс остаться здесь, будут где-то убийцами. Возьмите себе в память эти слова златоустно. Слышал, что многие уже не отдают своих детей в эти богомерзкие школы и учат детей дома, нанимают учителей. Ты оставляешь после себя в детях стены. Это кирпичики, которые нужно обихаживать и вовремя укреплять и скреплять между собой. У нас в лагере мало ваших детей, больше посторонние везут. Что же? Что? Ждут артеки и презирают духовное? И знают, что отдельно детьми никто в деревне не занимается. Главное их накормить. Попозже встанут, напрыгаются, снова накормить. Возвестите детям о любви Божией. Исайя 38, 19. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец, возвести детям истину твою. 1 Параллипоменон 28, 8. И теперь предачами всего Израиля собрания Господня и во уши Бога нашего говорю, соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам всей доброй землей и оставить ее после себя в наследство детям своим навек. Иоиль 1, 3, 5. Передайте об этом детям вашим, и дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети к следующему роду. Оставшиеся от гусеницы ела соронча, оставшиеся от сорончи ели черви, а оставшиеся от червей да ели жуки. Пробудитесь пьяницы и плачьте и рыдайте все пьющее вино, о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших, чтобы знали, что милость у Бога, а без Бога будете трудиться на ветер. У него все, у него ограждение. Аминь. Богу нашему слава. текстула. Продолжение следует...